Сложные вопросы профилактики рака желудка. Новые возможности. Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта. Центр имени Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии Московского государственного института имени Евдокимова Минздрава России. Глубоко уважаемый Олег Николаевич, уважаемые коллеги, моя задача обсудить очень важный вопрос. Возможно ли профилактика рака желудка? Какие у нас есть возможности? Прежде всего мы должны понимать, что рак желудка тесно связан с предшествующей или текущей гликобактерной инфекцией. Вы видите, что по статистике 1,2 миллиона человек в мире заболевают раком в год и почти 800 тысяч человек погибают от этого заболевания. Вы видите американскую статистику, 27 тысяч пациентов в год. Прогноз плохой, пятилетняя выживаемость 32%. И все это неблагоприятные исходы отражают позднюю диагностику заболевания. Мы об этом еще поговорим. Но самая главная мысль, что это заболевание потенциально предотвратимо и излечимо. Давайте посмотрим на статистику. В России рак желудка находится на четвертом месте в структуре онкологических заболеваний и на третьем месте в структуре онкологической смертности. У мужчин, у женщин седьмое место в структуре заболеваемости, четвертое место в структуре смертности. То есть понятно, что это крайне важное онкологическое заболевание. В московской статистике пятый место в структуре онкологических заболеваний у мужчин и у женщин. Вы видите, что по стадиям диагностики благодаря усилиям уменьшается доля больных с четвертой стадии, но на первой стадии, к сожалению, в Москве выявляется рак желудка только в 21,3%. Надо сказать, что эти данные оптимистичны по сравнению с данными по России, где этот показатель 13%, но далек от идеала, от того, как эта цифра превышает 80% в Японии и в Южной Корее. Из-за этого вы видите, что, к сожалению, одногодичная летальность от новообразования желудка в Москве превышает 40%. Почему это так? Дело в том, что мы видим по статистике, если стадия заболевания локальная, нераспространенная, то пятилетняя выживаемость превышает 90%. Об этом говорят и данные Южной Кореи, и данные Японии, несколько хуже статистика в Соединенных Штатах Америки. А при распространенной пятилетняя выживаемость не превышает 6%. Собственно, что мы знаем про рак желудка? Только что опубликован шестой пересмотр в «Консенсусах Муастрих-6», и вы видите, что раку желудка посвящен четвертый раздел, четвертая рабочая группа занималась вопросами рака желудка и канцеропревенции. Основной и теологический фактор аденокарстонома желудка, включая максимальный рак желудка, это геликобактер пилори, согласие 100%, уровень доказательности высший. Несколько ниже согласия при высшем уровне доказательности, что и аденокарстонома зоны пищеводно-желудочного перехода об условии геликобактерной инфекции делал в том, что в этой ситуации может определенную роль играет еще и гастроэзофагиальный рефлюкс. Но вот совершенно точно понятно, что ведущий фактор геликобактер пилори, а все остальное второстепенно по отношению к инфекции. То есть есть факторы внешней среды, известные факторы пищевые привычки, избыточное употребление соли и так далее, и так далее, курение, алкоголь. Но это вторичные факторы по отношению к геликобактерной инфекции, опять согласие 100%, уровень доказательности 1А. Как, собственно, происходит канцерогенез? Известен каскад Кореа, Пилай Кореа описал его еще до открытия геликобактерной инфекции, и потом, собственно, геликобактер оказался тем пусковым фактором, который у всех пациентов вызывает хронически активный гастрит. Примерно половина с годами приводит к хроническому атрофическому гастриту, кишечной метаплазии, дисплазии и, наконец, аденокарстономии желудка, который возникает у 1-2% инфицированной геликобактерной инфекции. Понятно, что реализация этого каскада определяется не только пусковым фактором, геликобактером, но еще генетическими факторами, как бактерии, так и человека, факторами окружающей среды. И, наконец, на последних этапах канцерогенеза по мере снижения кислотопродукции и увеличения внутрижелудочного ПАШ, на этапе кишечной метаплазии и дисплазии, могут присоединяться и другие желудочные бактерии. И этот вопрос сейчас активно изучается. Но в любом случае, исходя из этой схемы, для профилактики мы можем пойти двумя путями. Первое – это выявление причинного пускового фактора геликобактера, выявление иеродикации своевременно. И второе – это эндоскопический скрининг, задачей которого является выявление предраковых изменений вот этих этапов. Атрофический гастрит, кишечная метаплазия, дисплазия. И, конечно, задача выявления раннего рака, который можно выявить и вылечить эндоскопически. Давайте посмотрим, какие у нас данные по первичной профилактике, то есть по эродикации геликобактерной инфекции. Но прежде всего я поделюсь данными нашего исследования, которое было опубликовано в октябрьском номере журнала «Хеликобактер». Вы видите, что распространенность этой инфекции в России снижается, и мы видим, что сейчас примерно 40% населения инфицировано. В разных федеральных округах есть отличия. Вы видите, что высокие показатели распространенности инфекции на юге страны. Мы видим, что с возрастом увеличивается распространенность инфекции, что обусловлено тем, что в детском возрасте у этих пациентов были хуже гигиенические условия. Но в целом мы понимаем, что заражение происходит в детском возрасте. Итак, что новое? Эрадикация способна обратить связь атрофии желудка и в некоторой степени кишечной метаплазии. Прокишечная метаплазия – это новое. При кишечной метаплазии эрадикация тоже может быть эффективна, но, однако, менее эффективна, чем на более ранних стадиях с точки зрения канцера, превенции. Ну и, собственно, эрадикация останавливает прогрессирование хронического атрофического гастрита до рака, участие пациентов в высокой степени согласия и доказательности. Эрадикация дает шанс на предотвращение рака в любом совершеннолетнем возрасте, однако с возрастом эта польза снижается, потому что накапливаются более выраженные изменения слизистой оболочки. И эрадикация наиболее эффективна, конечно, до развития тяжелого атрофического гастрита. Собственно, мы говорим о том, что оптимальный возраст до эрадикации – 20-30-40 лет, когда атрофии еще не развиваются. Исследования показывают, что при частоте метахронного рака у лиц, которые перенесли эндоскопическую резекцию по поводу раннего рака, имеет защитный эффект на 50% снижая метахронный рак. Четыре исследования демонстрируют. Еще четыре исследования показывают значительное снижение смертности от рака, среди получавших радиационной терапии. На 40% наблюдается снижение одноцентровой и двойной слепой плацебо-контролируемого исследования в очень интересной категории у родственников первой линии родства больных раком желудка. Также произошло снижение частоты рака на 55%. Это такая особая группа риска, у них подобная генетика. Вторичная профилактика. Эндоскопический скрининг. Прежде всего, когда мы говорим про эндоскопию, мы должны понимать, что эндоскопия должна отвечать определенным критериям. Это наилучшие доступные технологии, то есть эндоскопия высокого разрешения. И обязательный забор биопсий, которые должны при каждом эндоскопическом исследовании забираться в соответствии с протоколами. Пять биоптатов для оценки степени стадии гастрита по системе ОЛГА или ОЛДЖИН. И дополнительные биоптаты из любых очаговых поражений слизистой оболочки подозрительных. Ответим себе на вопрос, насколько эндоскопическое исследование отвечает данным критериям. Гистологическая оценка. Она обязательно для стадирования гастрита, потому что это позволяет оценить риск развития рака желудка у конкретного пациента. И, собственно, это определяет тактику дальнейшего введения после проведенной эрадикации. Эксперты 6-го Мастрита говорят о том, что нет необходимости дополнительного субтипирования кишечной метаблазии. Сам факт наличия кишечной метаблазии говорит о том, что тяжелый атрофический процесс и высокий риск развития рака желудка. Об этом же говорят и российские рекомендации, которые делают обязательные определения степени стадии атрофического гастрита как индикатора риска развития рака желудка. Собственно, у каждого пациента, у которого поставлен диагноз хронический гастрит, мы должны иметь вот это стадирование по системе Ольга. И если до проведения эрадикации у больного от нулевой до второй стадии атрофии, то после эрадикации не требуется дальнейшее эндоскопическое наблюдение. А вот если стадия 3-4, то эти больные должны подвергаться обязательному динамическому эндоскопическому наблюдению даже после успешной эрадикации, потому что у них риск развития рака желудка повышен. Дополнительную помощь в условиях не очень эффективной эндоскопии, неправильно проведенной, не по этим критериям, о которых я говорил, либо по отбору пациентов на качественную эндоскопию играет функциональная сирология желудка. Мы говорим про гастропанель, про определение антител геликобактерной инфекции, антител к внутреннему фактору КАСЛа и аутоантителам по ретальным клеткам, потому что данная методика позволяет, во-первых, оценить риск наличия атрофического процесса сирологически, во-вторых, высказаться по этиологии. Либо это геликобактерный гастрит, либо это аутоиммунный гастрит, что новое при аутоиммунном гастрите риск развития рака желудка ниже, чем при атрофическом гастрите вследствие геликобактерной инфекции. Собственно, возможность применения гастропанели было показано в Германии у пациентов, которые пришли на скрининг колоректального рака, и там это обязательно в Евросоюзе, скрининг колоректального рака в 50 лет, нужно прийти на колоноскопию, у них же брали гастропанель, и оказалось, что очень неплохая корреляция между данными гастропанелей и данными морфологической оценки степени и стадии гастрита по системе ОЛГА и ОЛДЖИН. Поэтому, наверное, это можно применять, такая рекомендация есть в Москве 6. В России мы сейчас проводим в Москве эпидемиологическое исследование распространено с геликобактерной инфекцией премиопластических изменений, используя гастропанель и морфологическое исследование по системе ОЛГА, и мы через 2-3 года скажем, насколько гастропанель работает в наших условиях. Алгоритм введения больных с атрофическим гастритом был представлен в рекомендациях МАПС-2, и они будут на этом подробно останавливаться. Здесь регламентируется, в каких ситуациях и с какой частотой необходимо динамическое эндоскопическое наблюдение или ежегодно, или раз в 2, 1-2 года, либо каждые 3 года. Это, пожалуйста, посмотрите. Сегодня нет времени на этом останавливаться. Ну, собственно, если мы говорим про эндоскопический скрининг ранней стадии рака, то огромные успехи достигнуты в Южной Корее, так же, как и в Японии. Видите, в 2016 году 73% раков желудка выявлялись на первой стадии и лечились эндоскопически. Сейчас эта цифра превышает 80% за счет организованной системы скрининга. Соединенным Штатам удалось сделать, там 24% раков выявляется на первой стадии в Москве, повторю, 21,3, а в России 13. То есть в нашей ситуации это не очень работает и требует серьезных инвестиций для того, чтобы такую систему наладить. Но если она будет создана, то мы видим, что южнокорейские данные говорят о том, что рентгенологический метод не подходит для выявления раннего рака и для снижения смертности от рака желудка. Что касается верхней эндоскопии, верхняя эндоскопия позволяет такую задачу решить на 47% снизив риск смерти от рака желудка. Причем вы видите, что по мере увеличения частоты этих исследований через определенные интервалы в большей степени этот риск снижается. Если эндоскопия проведена на 3 и более раз, то риск смерти от рака желудка снижается на 81%. То есть по большому счету цифры профилактики смерти от рака желудка и возникновения рака желудка при эрадикации геликобактерной инфекции при эндоскопическом скрининге правильно организованы примерно одинаково. Собственно, когда мы говорим про диагноз геликобактерной инфекции, мы в первом положении видим, что если у человека есть симптомы диспепсии, он пришел к доктору, ему до 50 лет нет специфического риска, родственнику больных раком желудка, нет тревожных симптомов, то достаточно провести неинвазивное тестирование на геликобактерной инфекции, провести лечение. Высшая степень доказательности. Если 50 лет и больше, туда требуется эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта, дополнительным диагностическим инструментом в этой ситуации будет функциональная сирология, о которой мы сегодня говорили, это гастропанель и определение маркеров иммунного гастрита. Что касается лечения, к сожалению, мы видим, что эффективность эрадикационной терапии в России ниже, чем 80%, то есть плохо мы лечим, это говорят данные наши, по данным 13С у разного дыхательного теста, у пациентов, которые пришли на контроль эффективность лечения, в этом исследовании мы не изучали, какие схемы применялись. Мы лишь понимаем, что по данным Европейского регистра геликобактера пилори, наиболее назначаемым режимом терапии является тройная терапия с кларитромицином и амоксицелином, это 56% назначений врачебных, но, к сожалению, эффективность у ранее нелеченных больных составила 80%. Эти данные собирались до пандемии COVID-19, мы понимаем, что колоссальной проблемой является то, что в первый год пандемии назначали широко азитромицин и левофоксацин, формируя резистентность геликобактера. Я думаю, что сейчас эти показатели эффективности еще ниже. А в любом случае мы видим, что резистентность и к кларитромицину, и к левофоксацину высока превышает 20%, что делает невозможным применение тройных режимов терапии с этими антибиотиками. Собственно, МАФТРИХ-6 пересматривает стратегию выбора эрадикционной терапии, делая акцент на индивидуализированный выбор, когда до назначения эрадикционной терапии сначала определяется чувствительность геликобактера к антибактериальным препаратам, исходя из этой чувствительности назначается такая терапия. Вы скажете, где это сделать? У нас, пожалуйста, в МКНС имени Логинову недорого стоит анализ с помощью ПЦР. «Стоит 1900 рублей, пожалуйста, присылайте таких пациентов». Исследования показывают, что при таком подходе эффективность терапии возрастает примерно на 12% по сравнению с эмпирическим выбором. Эмпирический выбор осуществляется на основе информации о локальной резистентности к кларитромицину, это также, как было в предыдущих редакциях 6 МАФТРИХТА, но новое – это на основе мониторинга эффективности схем эрадикации в регионе, что мы делаем в рамках Европейского регистра геликобактера Киллорик. Кстати, он очень мощно повлиял на рекомендации МАФТРИХТ-6. Собственно, первая рекомендация при лечении молекулярно-генетического исследования геликобактера либо посев для определения резистентности и назначения индивидуализированной терапии, но мы понимаем, что это не везде доступно, поэтому эмпирический выбор базируется на данных о резистентности в регионе, если эти данные достоверны и надежны, но мы, конечно, учитываем еще эффективность схем. Видите, что при низкорезистентности квадротерапии с ВИСМОТом либо тройная терапия с кларитромицином, но и в этой ситуации лучше определить чувствительность геликобактера к кларитромицину при назначении тройной терапии. Вторая линия. Обратите внимание, что терапия с левофлоксоцином теперь рассматривается не только тройная трехкомпонентная, но и квадротерапия с левофлоксоцином, это ингибитор левофлоксоцином, амоксицелин, плюс ВИСМОТ от рекалий дистрат, который существенно повышает эффективность схем с левофлоксоцином. Терапия четвертой линии – это терапия с рифобутином трехкомпонентной, терапия спасения, которая доказала свою эффективность как режим спасения. Если мы не знаем, какая резистентность, если она превышает 15, то либо квадротерапия с ВИСМОТом, либо квадротерапия без ВИСМОТа, сопутствующая или одновременная терапия, что это такое? Это ингибитор протонной помпы, кларитромицин, амоксицелин, метранидазол. Это рекомендация МАСТ-Т6, либо квадротерапия с ВИСМОТом, стандартная ингибитор протонной помпы, тетроциклин, метранидазол, и ВИСМОТ от рекалий дистрат. Вторая линия, если не удалась, первая линия. Один из режимов, который не использовался как терапия первой линии, либо вот слева флосоцином, тройная или четырехкомпонентная. Понятно, в наших условиях это четырехкомпонентная, добавление ВИСМОТа становится обязательным, но четвертая линия – это трехкомпонентная с рифобутином. Мы имеем данные европейского регистра, что тройная терапия с кларитромицином усилена ВИСМОТ от рекалий дистратом. Данные на 14 дней также эффективна. Эффективность – 93% при небольшой доле нежелательных явлений, которые заставляют отказаться от продолжения терапии. Двойная доза ингибиторов протонной помпы здесь обязательна, продолжение 14 дней обязательно, но и очень важно соблюдение режима терапии. Если мы обратимся к российским рекомендациям, которые в ближайшее время будут пересмотрены, сейчас пока мы пользуемся рекомендациями 2018 года, РГАИ в 2018 году говорила, что стандартную тройную терапию следует назначать, применяя различные меры, повышающие ее эффективность, потому что тройная терапия уже давно не работает. Какие это меры? 14 дней – обязательно. Высокая доза ингибитора протонной помпы, выбор эзорабиопрозола – да, обязательно. Добавление ВИСМОТ при калий дистрата – обязательно. Я только что показал наши данные. Добавление пробиотика – мы знаем, что определенные штаммы сахарамицета булардии, определенные штаммы лактобацил, работу для повышения эффективности эрадикации как дополнительный компонент. И очень интересный подход – добавление рибомипида. Собственно, мы видим, что в рекомендациях РГАИ рекомендуется добавлять рибомипид по 100 мг 3 раза в день в состав эрадикационной терапии. Мы видим, что опубликованы два метаанализа, которые демонстрируют повышение эффективности эрадикации при добавлении рибомипида. Однако очень разные использовались схемы, и мы видим, что прирост, да, больше, чем на 10%, но если добавляясь к тройной терапии, в общем-то, может быть, этого и будет недостаточно. Меданализ, который провел Дмитрий Николаевич Андреев, демонстрирует также 10% прирост, но опять мы видим, что очень разношерстные режимы терапии. Очень интересные данные получены были Владимиру Ильичуеву Тимоненку в рамках исследований «Бастион», когда в Петербурге в 2016 году еще назначались 10-дневные режимы. Мы видим, что классическая тройная терапия не работает 75%, четырехкомпонентная с добавлением висмута, да, и стандартная тройная плюс висмут 85% 10-дневная не работает. Еще раз подчеркиваю, что 10-дневные режимы не работают. Но вот тут был интересный режим, когда к тройной терапии добавлялся висмут и плюс рибомипид, и тут оказалось эффективно 95%. Вот это вот очень интересно. Понятно, что мы сейчас набираем таких больных в рамках регистра, и, скажем, рекомендация в любом случае выглядит так, что хорошо давать тройную плюс висмут, плюс рибомипид, что повышает эффективность сертификации практически до 100% уровня при 14-дневном назначении. Что еще мы знаем? Что для рибомипида накапливается доказательная база по снижению выраженности кишечной метаплазии, дисплазии и легкой степени. Было одно рандомизированное клиническое исследование, которое нашло отражение в рекомендациях МАПС-2 о поведении больных с атрофическим гастритом, ну и в другом уменьшается выраженность хронического воспаления. В обзорной статье по глобальным перспективам канцеропревенции отмечена роль рибомипида как способа снижения риска повторного развития рака желудка у больного, перенесшего рак желудка, и подслезистую резекцию раннего рака. То есть это вот очень хороший способ канцеропревенции. В целом сейчас проводится мета-анализ и систематический обзор, который покажет, пока еще не опубликован, только опубликован протокол. Видите, мы узнаем, является рибомипид средством, которое достоверно повышает клиренс геликобактера и препятствует прогрессированию атрофического гастрита в рак желудка. В заключение я хотел бы отметить, что рак желудка является следствием длительного течения хронического воспалительного процесса. Минимум 90% раков желудка обусловлены геликобактером. Снижение заболеваемости и смертности от рака желудка достижимо при сочетании двух принципов. Первичная профилактика выявления эрадикации геликобактера. Вторичная эндоскопический скилинг правильно организован с хорошим эндоскопическим оборудованием. Эрадикация снижает риск развития рака желудка, способствует обратному развитию атрофии. Добавление висмута или либомипиды стандартной правильной терапии повышают эффективность эрадикации. Наконец, очень важно, что же делать с больными, которые были пролечены от раннего рака, либо которые имеют атрофический гастрит. Мы видим, что либомипид способствует обратному развитию атрофии кишечной метаплазии, снижает риск развития рака желудка у пациентов высокого риска, которые перенесли эндоскопическую пацилистую резекцию. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова